Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker. Сегодня я немного взволнован. Те, кто давно меня смотрят, уже прекрасно знают, как щепетильно я отношусь к вопросам видеосвета и всего, что с этим связано. И вот сегодня я вам расскажу о своем первом в личном пользовании моноблочном видеосвете от компании Godox, модель FV150. Погнали! Как-то исторически сложилось так, что законодателем мод в мире видеосвета издавна является компания Aputure. Но ее приборы до недавнего времени были впереди планеты всей не только по каким-то своим функциональным характеристикам, но и, естественно, по стоимости. И для нас, для простых видеомейкеров, эти цены попросту недостижимы. И вот здесь-то как раз нам на помощь приходит компания Godox, которая за вменяемую стоимость дает достаточно высокое качество. А вот на теперешнем уровне, по сути, качество, которое запросто может конкурировать с компанией Aputure, но как минимум вдвое дешевле. И вот здесь-то мы и подходим к нашим моделям. Во-первых, раньше вы все, наверное, знаете, Godox SL60. Это был такой вот видеосвет начального уровня, но при этом он моноблочный. В чем преимущество моноблока? В том, что у него есть Bayonet, Bowens, и на него мы можем ставить различные модификаторы, поставить софтбокс, как сейчас у меня, обычный прямоугольный софтбокс с сотами, с рассеивателем, поставить какой-нибудь Snoop, поставить насадку, которая делает нам световое пятно, все что угодно. Aputure Lantern, который у меня также есть на обзоре. То есть вариаций моря. И этот цвет уже реально можно считать профессиональным, он имеет высокий CRI, им очень легко управлять, и все прекрасно. И вот у Godox был модельный ряд SL. Там были модели от 60 ватт и вплоть до 200, по-моему. Самый большой светильник. Да, они имели некоторые там огрехи, то есть в большей части из них очень громко работал кулер, на это жаловались многие пользователи, многие меняли его на какую-то другую модель. И вот сейчас весь модельный ряд обновляется. Во-первых, у нас обновленные светильники из ряда SL. Во-вторых, у нас совершенно новые созданные с нуля модели VL. Сразу скажу, чем они отличаются. Во-первых, там тоже по мощности у нас несколько вариантов. Я точно знаю, что есть 150 и 300 ватт, то есть достаточно мощная модель. Они отличаются тем, что у них теперь выносной как бы блок питания, и они впервые, наверное, имеют возможность питания от внешнего источника. Так как до этого вся серия SL питалась у нас исключительно по проводу. И теперь, помимо прочего, у нас появляется линейка FV, которую, знаете, можно расшифровать как фото-видео. Об этом источнике FV150 мы как раз сегодня и будем говорить. То есть здесь, помимо обычного постоянного света, он может работать как фото-вспышка. Реально при помощи синхронизатора пыхать. И при этом же у него появилось некоторое количество спецэффектов. То есть имитация сломанной лампочки, телевизора, грозы и прочее, что мы с вами уже до этого встречали в различных компактных RGB светильниках. Но это совсем другая история, это совсем другой мир. А тут мы эти фичи встречаем уже в серьезном моноблочном свете. Это важно. Теперь давайте я сразу вам объясню, почему именно 150, почему именно эта модель, и разберемся вообще во всем модельном ряду. Смотрите, модель 60 ватт, о которой мы раньше говорили. Я на стримах это неоднократно упоминал. 60 ватт нам будет достаточно для того, чтобы вот таким образом высветить говорящую голову. Снимать какой-то блог, снимать какое-то интервью, выехать на выездную съемку. Да, для этого всего его будет более чем достаточно. Но если вы хотите так же, как и я, мое второе призвание, это предметная видеосъемка, то там вам понадобится гораздо большая мощность для того, чтобы снимать макро, на очень сильно закрытых диафрагмах, снимать слоумо, то есть с очень коротким затвором. И там уже нам даже модели на 100 ватт, до этого у меня был обзор на 100 ваттную модель, без всяких вообще софтбоксов я светил прямо в упор в предмет. Диафрагма была там 16, и ISO была достаточно высокая. То есть вы понимаете, что там уже нам нужна именно вот эта самая мощность. И на мой взгляд, золотой серединой и по стоимости, и по функционалу как раз таки и являются 150 ваттные модели. И в этом у нас, наверное, кроется первый ответ. Второе. Почему не SL? SL, SL-150, старый еще, старого поколения, он стоит где-то на 50 евро дешевле, чем данный свет. Но он более устаревший. Там вот этот вот шумный кулер. Это попросту старая модель во всех отношениях. Ее я даже не рассматривал. Есть также SL-обновленная серия, которую в России я пока что не видел, но она стоит практически рубль в рубль также. Если мы рассматриваем VL, VL-150, да, он более компактный. У него есть внешнее питание, возможность запитать его от внешнего источника. Он идет с такой профессиональной коробочкой сразу же в комплекте, с сумкой-переноской. Здесь у нас этой сумки не положили. И именно поэтому данный свет стоит чуть дешевле, чем тот. Но и при всем при этом VL, опять-таки, пока что в России у нас я не видел. И я его как-то не рассматривал. Мне было интересно именно то, что помимо обычного света, он еще имеет возможность делать вот эти вот спецэффекты. И я более чем уверен, что однажды у меня будет такая съемка, и может быть даже не одна, в которой я бы вспомнил, блин, а мне бы сейчас вот эти вот вспышки, именно вспышки мощного света. И да, пожалуйста, вот они у меня есть. То есть вот для вас, может быть, это не важно, но для меня, я знаю, что я буду снимать предметку, я знаю, что задачи могут быть самые разные, и я точно найду применение этой фичи, и я буду очень рад, мне будет греть душу, знаете, момент осознания того, что да, она у меня есть, а я бы мог ее лишиться, например, если выбрал другую модель. И вот как-то так вот по совокупности, не потому что я могу делать фото, я не делаю фото, я не фотограф вообще, то есть меня именно функция фото-вспышки в данном свете не интересует от слова вообще. Фото-вспышка как раз-таки привнесла в него вот эти вот фичи с эффектами. И именно на них, в принципе, и завязано мое решение. Ну и на том, что он, в принципе, по совокупности дешевле, чем остальные модели, он дороже исключительно только самой старой модели SL-150, вот в этом вот вытянутом корпусе. Как-то так. Теперь буквально минуточку уделим характеристикам в цифрах. У меня, к сожалению, нет прибора для того, чтобы все это измерить, но я уже смотрел результаты людей, которые это тестировали. И если сравнивать вот эту 150-ваттную модель с злободневным Aputure 120D, то она мощнее. С одного метра она показывает 7200 люкс против 6700 у Aputure. Что касается CRI, то здесь примерно 96, 96 плюс-минус единиц, и это, конечно же, очень и очень хорошо. 95 плюс считаются отличными все светильники. Но, опять же, замечу, что в наше время, к нашему счастью, к счастью финальных, конечных пользователей, уже большое количество производителей научились делать диоды с нормальным вменяемым CRI, которые, освещая вашу кожу, не делают из нее какие-то бешеные, там, красные, зеленые, синие оттенки. Это, конечно же, безусловно радует. И также я, наверное, забыл упомянуть, у нас есть вот такой прекрасный пульт управления с дисплеем, на котором мы видим отображение мощности. Можем выбирать также по 1%, но, смотрите, такой интересный момент. Опять-таки, вы должны это знать. Если мы вот так вот нащелкиваем, проценты бегут, 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 но свет не меняет свою мощность. Как только мы перестали менять яркость, она сразу же, бац, например, с 10% на 30 перевелась. Понимаете, да, о чем я говорю? Если мы по 1% нажали, подождали, он сразу же сменился. Если мы жмем, 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 отпускаем, свет становится ярче или темнее. Это такая особенность, но так или иначе, этот пульт, он унифицирован со всеми моделями Godox, и вы можете его использовать не только с данным светом. Если у вас до этого уже в сетапе что-то было, то, скорее всего, у вас все подцепится, просто будете выбирать разные каналы, что тоже, конечно же, не может не радовать. И, ну, это попросту удобно. Я начал даже, знаете, как сейчас у большинства устройств есть мобильное приложение. И раньше казалось, что, блин, мобильное приложение так круто, не нужны никакие пульты, у тебя телефон всегда с собой, ты открываешь мобильное приложение. А сейчас все это привело к тому, что миллион устройств, и у каждого есть свое мобильное приложение. И я уже реально так счастлив, когда у какого-то устройства, помимо мобильного приложения, например, есть просто пульт, которым ты можешь управлять, и не надо, блин, никуда заходить, не надо открывать свой телефон для этого. Ну, это, знаете, это такой крик души. Реально, попользовавшись там даже не светом, а моторизированным слайдером, которым можно управлять только через приложение, Меня это вот максимально уже взбесило, и очень приятно, когда у устройства есть просто свой пульт, даже несмотря на то, что, например, оно может управляться с мобильного приложения. Также не могу не заметить, что качество изготовления действительно на высоте. У меня был тест уже до этого одного подобного света от Nice Photo, это тоже какая-то начинающая фирма, возможно, чья-то дочерняя, то есть я раньше вообще не слышал об этом бренде. Но, тем не менее, вполне себе такой неплохой моноблочный свет, но качество изготовления его, вот по сравнению с этим Гадоксом, оно просто рядом не лежало. Ребята, это надо все смотреть и щупать своими руками. Вот даже когда ты просто первый раз касаешься вертушки, просто которая добавляет яркость, ты сразу понимаешь, что это более качественный прибор, чем тот. Также мне здесь очень нравится, что яркость добавляется линейно, то есть 1%, 2%, 3%, 4% это на 1% больше, чем 3%. То есть 50% и 100%, 100% это в два раза ярче. Опять-таки, у светильников от Aputure есть вот такая вот экспонента по яркости. Здесь же все линейно и лично мне с таким вариантом работать гораздо удобнее. Также радует, что регулируется она, начиная от 1%, 1%, 2%, 3%, не от 5% или 10%, а от 1%. Это очень удобно. Не могу не отметить просто чумовое крепление, вот то, на котором идет этот свет. То есть зажим у тебя находится только с одной стороны, ты его ослабляешь, подвигаешь второй рукой за ручку светильник, зажимаешь заново и все. Даже с огромным каким-то софтом он просто не колохнется никуда. Зажимается все просто прекрасно. И это вот та вещь, которая, во-первых, вселяет вам уверенность в этом приборе и позволяет вам подумать, что да, это что-то качественное, круто собранное. Ну, действительно, класс, просто к этому делу не придраться. Я ничего здесь не выдумываю. Это действительно так. Еще момент, касающийся рефлектора. Я когда выбирал этот цвет, смотрел старые обзоры, и там ребята показывали, что именно у FV серии такая простецкая, знаете, кастрюля неинтересная, а у VL серии более такие вытянутые, интересные какой-то формы рефлекторы, которые лучше отражают, лучше вот это вот фокусируют пучок света и как результат выдают большую мощность, большие показатели. Но я удивился, когда открыл коробку с этим светом, даже на сайте я могу вам показать, что там даны картинки с простым, вот с простой такой кастрюлей рефлектором. И что у меня? Здесь мы видим самый обычный, тот самый, который идет с VL серией. То есть, я не знаю, либо они что-то поняли, что тот уже не имеет места быть и стали просто унифицировать и во все свои современные светильники ставить вот этот свежий рефлектор. И если вы хотите просто, вот я не знаю, долбануть им в потолок, в белый, для того, чтобы осветить какое-то большое помещение, то именно более вот такой продвинутый рефлектор позволит вам сильнее сфокусировать пучок и выдаст большую мощность. Опять-таки, это приятно. На предыдущем свете от Nice Photo там также была простецкая кастрюля, которая тоже давала результат, но доказано, что вот такой рефлектор дает нам большую мощность. Ну и вы, наверное, скажете, что захвалил, одни плюсы, где же минусы? Смотрите, что для себя я выделил. Во-первых, этот свет работает у нас только от сети. Да, с ним идет трехметровый кабель, то есть, это тот источник, который поселится у вас в студии, либо будет ездить с вами на какие-то выездные съемки в чужую студию, но тем не менее, это студийный свет, который постоянно у нас находится на проводе. Если вы хотите какое-то решение для того, чтобы брать его с собой на выездные съемки и питать где-то на улице от аккумулятора, то ваш выбор это только VL серия. Подождите, когда она у нас появится, ее можно будет заказать, возможно, уже она доступна к заказу. И да, это, безусловно, ваш выбор. И второй минус. Ни для кого не секрет, что каждый такой свет оснащается кулером, потому что диод достаточно сильно греется, его нужно охлаждать. И, естественно, данная модель не исключение. Вы все знаете, что SL первых версий, они грешили именно очень громким кулером. Здесь кулер также есть, я не могу назвать его громким, но маленькая особенность. Из-за того, что этот свет у нас идет без выносного блока питания, то есть, он достаточно крупный, в отличие от того же VL150, потому что у VL только сам диод находится внутри, а все, что касается питания, оно висит на проводе. И он может себе позволить какое-то время работать вообще не вращая кулер. То есть, он работает в полной, в полнейшей тишине. И только спустя какое-то время, если разогреется, кулер включается. То есть, там кулер, безусловно, будет работать гораздо тише, а какие-то короткие интервью вы сможете записать и вообще не слыша кулер абсолютно. Здесь же, так как у нас все мозги и питание света находится в самом моноблоке, то кулер работает всегда, постоянно, независимо от того. Даже можно его включить просто и поставить ноль, и при этом все равно будет крутиться кулер. И для того, чтобы вы поняли, насколько громко он шумит, вот сейчас где-то в метре от меня находится этот источник в софтбоксе. Здесь, правда, работает еще компьютер. Я буквально пару секунд помолчу, и если вы что-то слышите, то значит его будет слышно на ваших видео. Как-то так. И знаете, самый главный вывод, какой напрашивается из этого всего? Ну, прежде всего, поздравьте меня, у меня наконец-то есть свой моноблочный свет. Я ждал этого очень долго, и вот, наконец-таки, это свершилось. И, наверное, возможно, видосы станут еще чуточку качественнее, и самое главное, еще качественнее получится делать свою коммерческую работу для каких-то клиентов, для сайтов, для Инстаграма, и всю ту предметку, которую мы снимаем. Ну, и второе, я очень рад, что в наше время появляется все больше достойных, именно достойных конкурентов у таких брендов, как Aputure, которые когда-то казались монополистами. Но теперь выбор просто огромный, и именно у компании Godox вы можете найти любые модели. То есть, для себя я выбрал вот эту. Опять-таки, я объяснил, чем отличаются модели VL. Возможно, вам подойдут именно VL-модели. Ну, и если вы хотите самое бюджетное решение, то SL вам в помощь, и тот же SL60 легко позволит вам подсветить одну говорящую голову, подсветить какое-то интервью или ваш блог, и сделать это максимально качественно. И само это качество будет зависеть уже от того модификатора, который вы используете. Я напомню, что этот ролик весь снимался с обычным софтбоксом от той же компании. Самый бюджетный софтбокс 60 на 60 сантиметров, небольшой для того, чтобы его можно было использовать вот в такой компактной студии. Конечно, можно использовать параболические софты, там, метр в глубину, метр в диаметре, свет будет еще мягче. Но в моем случае мой выбор пал именно на 60 на 60, самую компактную модель. И знаете, это, наверное, был своего рода первый взгляд. Я вам рассказал все, что касается данной модели, да и в целом всего модельного ряда Godox. То есть все те светильники, из которых я выбирал, и которые, возможно, вам стоит выбрать, если у вас другие задачи. Я еще раз напоминаю, VL, если вы хотите работать во что бы то ни стало, от внешних источников питания, а не только от розетки. И SL, наверное, если вы хотите сэкономить. То есть тут варианты найдутся для всех. Ну и, конечно же, теперь вы еще не раз увидите этот свет на различных моих бэкстейджах. Надеюсь, что качество снимаемой предметки повысится. Ну и, как минимум, это теперь будет основной источник света. А мой Young 300 наконец-таки отправится на покой и будет делать уже какой-нибудь, я не знаю, бэклайт, подсвечивать фон. И станет просто еще одним источником света в сетапе. Но уже никак не основным. Я надеюсь, что эта информация была полезна вам, ребята, ну или, как минимум, развлекательна. И, конечно же, если это так, ставьте лайки и делитесь этим видео с другом, который также интересуется видеосъемкой, а не просто с рандомным другом. Не забывайте это. Все, не болейте. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok